Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Удобно тем, что коровы, которые пролечены, стоят на ограничении, то есть с антибиотиками. Их надо дать отдельно. Компьютер просто не даст ее подключить и подать. Головное, что прогучало подчас поседжения – необходимость поддержки сельгазвитворцев, фермеров. Я не повинен быть выполнен, что при возникнении любой техничной проблемы можно звернуться на предприемство агросервису и им гненно отримать допомогу. Бо худкость ее оказания – это махчимость не стратить прибыток и тримать марку. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадиокампания «Гомель», Гомельский район. На Гомельшине протягивается энергетика бульбы. Правда, темпы работ по куль не вельми высоки. Что стремливает уборку другого хлеба, потекавилися наши корреспонденты. Сгодны с дайденными Минсельгазхаршу, зараз на Гомельшине бульбы убраны, прикладно, на 15% площадью. Уроджайность – 257 центнеров с гектара. Амальна 90 центнеров ниже середня республиканского показчика. Правда, пора уновать ситуацию с іншими регионами не совсем правильно. Такой протяглой засухи, як на Гомельшине, не было больше не дье. Картофель в этом году посадили вовремя. Соблюли всю технологию полностью оттуда я. Но из-за того, что была долгая продолжительная засуха, это существенно повлияло на урожай картофеля. На данный момент убираем то, что есть. Картофель по качеству довольно неплохой. Но клубня образовалась под калевом не столько, сколько хотелось бы. Сухой надвор я оказываю уплыв и на ход уборышный. Пыл на палетках таки, что комбайна практически не бачна. Механизатору не позаздростишь. Евген Семченко на нарыхтовцы бульбы с 8-ми годин ранницы до 7 вечера. Каже, что на жневе было легче. Тяжело. Ну а что делать? Работать-то надо. Выбирать картофель. Какие условия уже есть, такие есть. Конечно, хотелось бы, чтобы дождик чуть-чуть прошел. Кольки селета господарки накопаются бульбы, поколь казась рано. Основные работы еще на пераде. Але одна лишьба уже вядомая. У областный стабилизационный фонд селета будет закладено свыше 7 тысяч тонн. Это дозволит забеспечивать населенство бульбы до весны. Причем по прямальных ценах. Головная задача зараз – повелешение темпов работ, обчим на оперативных нарадах, нагадывая специалистам старшиня Абл-Выконкама Енаць Соловей. Невеликий дождь не перешкодить, але, коли надворье сапсуется надолго, с нарыхтокой бульбы могут возникнуть проблемы. Темпы наращиваем, запускаем наши картофельные комбайны. Я думаю, что в срок мы уберем наш картофель. И, несмотря на все это, еще также район полностью обеспечивает стабилизационный фонд города Гомеля. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Юген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси протягивается прием заяв на конкурс инициатив, накерованных на развитие инфраструктуры, поддержки предпринимательства. Он проводится в рамках проекта международной технической допомоги «Потримка экономичного развития на мясовом узровне в Беларуси», который финансуется Евросоюзом и реализуется программой развития ААН при поддержке Министерства экономики нашей страны. Сегодня у Гомеля прошел научный семинар для будущих участников конкурса. Консультанты рассказали им, как написать проектную заявку от планования деятельности до формулировки идей и задач. В проекте принимают отдел 12 районов Беларуси. В нашем регионе это Жлобинский, Брагинский и Хойницкий. Инициативы, за которыми можно идти на конкурс, должны быть накерованы на створение Центра поддержки малого и среднего предпринимательства и бизнес-инкубаторов в районах-удельниках. Заявки принимают до 30 вересня. Лепшие идеи отримают с финансованием. Далее конкурсная программа проекта «Потримка экономичного развития на мясовом узровне в Беларуси» довольно насыщенная. В дальнейшем, в следующем году, мы планируем организовать конкурс стартапов, конкурс кластерных инициатив, конкурс организаций по микрофинансированию, по предоставлению услуг микрофинансированию. И в рамках проекта предусматривается создание фонда поддержки социальных предприятий. Серуджи Хару Гомельской в области расте популярность психологичной подтримки. Про это поведомили у психологичной службы областной психиатричной больницы. Телефон экстренной психологичной допомоги працуе на базе установы на протягу 15-ти годов. По словах специалиста установы, за 12-годинную измену на линию звертается у середним 12-14 человек. Психотерапевтичная допомога по телефоне доверу анонимная. Звернуться можно у любых час суток по номерах 170 и 31-51-61. Белорусские следшие завтра отзначит профессийное свято. 12 вересня – День супрацовника органов попереднего следства. В областном управлении следчего комитета отбудется присяга молодых супрацовников и узнагороджение тех, кто уже отзначился узорным выполнением службовых обовязков. Запланованный концерт – демонстрация криминалистичной техники и зброи. Мероприемство пройдено на открытой пляцовце каля будинка областного управления на улице Советской с 15-ти годин. У выход вольный для усіх жадаючих. Магичные квесты и горный салон, и чудовные майстерни. В эту пятницу библиотеки готовы примать наведывальников значно позднее звичайного часу. Областная библиотека имя Ленина запрашает гомельчан на страшно-тикавую ночь. Музей редкой книги – далучность до пошуков живой души. Музычная за люстру ее порадует экспериментами с гуками. Нестрашные страхи развеет психологичный майстер-класс. Заплановано и шмат інших сюрпризов. Страшно-тикавая ночь пройдет 13 вересня с 7 до 10 вечера на пляцовце каля библиотеки имя Ленина. Сюрпризарыхту и городская библиотека имя Герсена. У программе «Подорожа у часа» и «На безлюдный в остров». Программа отримала назву «Пятница 13. Маски». В этот вечер будет пановать атмосфера маскараду. Гомельчане смогут отправиться в 90-е, принять удел у майстер-классе по графологии, сдоволить книжный голод. Не обудется свято бездоброй музыки и запальных танцев в початок в 18.30. Выстава «Под нас двой грани творчести Мастака» у Владимира Андреянова открылась и у Палаца Румянцевых и Паскевича. Экспозиция примеркована до 75-ти годия майстра. Наведвальникам пропануется ознайомиться с некалькими десятками творов белорусского живописца, графика, скульптора и керамиста. Уродженец Архангельска Владимир Андреянов в Гомель приехал по размерковании после закончения Московского технологичного института. Позднее стал членом союза Мастака в Беларуси. Андреянова можно назвать «соправдным универсалом». Он принял удел в больших ста выставах, упрыгожив своими скульптурами, композициями и вазами в улицах Гомеля и Минска. По словах живописца, Кожна Мастаку в своем жите спробуй изнаести нечто новое. Тому вспыняться на одном сюжете и новое жанры было бы сумно. Я вам скажу, что мне все по душе. Бывает и фантастическое, бывает и юмористическое. Надо, конечно, людям показывать более хорошие, положительные работы и сюжеты, и темы. Должны, работа нравится, чтобы человек пришел, сказал, красиво, нам нравится. Одну из картин Мастер подарил палацу Румянцевых и Паскевича в Достогодье музея. Выучить грань творчества Владимира Андреянова на выставе в Гомельске палаце можно до Кастричника. В Беларуси региструются новые температурные рекорды. 10 вересня обновились максимумы на 12 метастанциях в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Рекорды дня установлены в Мазары, Брагине, Октябрьске и Жлобине. А лицеплей за все было в Мазары и Василевичах 28,5 градусов. Правда, праздник Калькеден снова похолодает. В субботу в Гомеле чекается не больше за 18 градусов. Не обидется без опадков. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 Гомель в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Опасность в 30 метрах от причала прогулочного катера. В Гомеле в реке Сош водолазы Освода обнаружили немецкие артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Они были найдены во время учений по спасению утопающих. На дне реки водолазы обнаружили предмет, похожий на артиллерийский боеприпас и заметили отдельно лежащий снаряд. Место находки обозначили буем и вызвали саперно-пиротехническую группу. До ее приезда на набережной дежурила милиция. По оценке специалистов, извлеченные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Это немецкие 88-мм снаряды без взрывателей. Вес взрывчатого вещества составляет порядка 800 граммов в каждой. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили. 30 экстренных вызовов за минувшие сутки. Спасатели Гомельской области ликвидировали 13 пожаров, 8 из которых возгорания домов и хозяйственных построек, 5 лесов и торфяников. Два человека были травмированы, один погиб. На оказание технической помощи работники МЧС выезжали в 18 раз. В деревне Романовка Мозорского района на пожаре погибла пенсионерка. Женщина была обнаружена на полу под обгоревшими деревянными конструкциями дома. Предположительно, это хозяйка строения, которая также проживала в Мозоре, а частный дом использовала как дачу. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования. К слову, небрежное отношение к приборам отопления и электропроводке – самая популярная причина чрезвычайных происшествий. Так, в деревне Мироненке Калинковического района погиб хозяин кирпичного дома. Вот что от него осталось. Мужчину нашли под завалами в одной из комнат в понедельник. Таким образом, за неделю в Гомельской области на пожарах уже двое погибших. В скором времени смотровые комиссии начнут мониторинг ситуации. А в Гомеле спасателям удалось предотвратить трагедию. Огнеборцы спасли на пожаре 52-летнюю хозяйку квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Островского. Для ликвидации возгорания пожарные воспользовались автолестницей, а работники звена газодымозащитной службы вывели пострадавшую на свежий воздух. Как оказалось, она отравилась едким дымом и впоследствии была госпитализирована. Причина пожара, вероятнее всего, кроется в неосторожном обращении с огнем при курении. По той же причине случился пожар в деревне Приволье-2 Гомельского района, на котором получил ожоги пенсионер. У мужчины пострадали 27% кожного покрова тела. 72-летний хозяин деревянного дома начал тушить возгорание самостоятельно и не рассчитал своей силы. Пожарные в случае ЧП всегда рекомендуют обращаться в службу спасения. И напоследок, девушка, которая оказалась во власти коллектора. В Мозыре работники МЧС оказали помощь горожанке, которая ногой застряла в решетке ливневой канализации. Спасателям потерпевшая сообщила, что решетку она попросту не заметила. Сделала шаг и одной ногой провалилась в коллектор. Самостоятельно высвободить ногу она не смогла. Освободили девушку при помощи гидравлического инструмента, которым отломили один из прутьев решетки. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Российский форвард Александр Лебедев пополнил ряды Жлобинского металлурга. 25-летний хоккеист пять минувших сезонов провел в ВХЛ, где выступал в составе хоккейного клуба «Рязань» и «Молот Прикамье». В самом результативном для себя сезоне нападающий смог отличиться 18-ю результативными баллами в 50-ти матчах регулярного сезона. Сергей Малышко лучший игрок стартового тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Футболист Гомельской БЧ в первом туре отметился двумя голами в ворота столичной охраны «Динамо». Железнодорожники праздновали победу в этом поединке со счетом 4-1. Кстати, Сергей Малышко вызван в стан национальной сборной Украины, которая 22 и 24 сентября проведет товарищеские матчи с командами Румынии и Грузии. В символическую сборную первого тура чемпионата Беларуси попал также игрок другой гомельской команды ВРЗ. Это голкипер Юрий Дегтяренко. Магоностроители на старте сыграли в ничью с Витеном 2-2. В Беларуси проводится чемпионат страны по мини-футболу среди женских команд. Правда, Гомельская область пока в нем представительства не имеет. Не так давно в Гомеле появилась команда, составленная из девушек. Собрать футболисток помогли участники известного областном центре спортивного движения рух дворовых гульняв. Сегодня в составе дружины почти 20 девушек. Некоторые из них бывшие спортсменки, но большинство попались сюда благодаря сарафанному радио. Играют на тренировках против мужчин. Цель занятия не только проводить время с пользой. В планах у девушек однажды заиграть в чемпионате Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке состоялся чемпионат Беларуси по преодолению препятствий. Воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта Мария Муравьева показала второй результат на маршруте с высотой препятствий 120 сантиметров. Трижды спортсменка останавливалась в шаге от пьедестала. Гомельчанка стала четвертой на маршрутах с высотой препятствий 120, 125 и 135 сантиметров. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok